Здравствуйте дорогие подписчики! Сегодня 27 февраля вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Цены на подсолнечник обвалились, ФАСПа обещала заняться минеральными удобрениями, а российские селекционеры, которые занимаются кукурузой и подсолнечником, требуют, чтобы правительство сократило господдержку для тех, кто увлекается импортной селекцией. Подробнее об этом в нашем выпуске. В последние две недели в России наблюдается резкое падение цен на подсолнечник. Маслозаводы опустили закупочную цену где-то на 2000 рублей, где-то на 5000 рублей, а некоторые переработчики, например, Юг Руси, в Ростовской области просто прекратил прием маслосемян. Интересно, что подсолнечное масло, в отличие от подсолнечника, только растет в цене. Так, на внутреннем рынке на прошлой неделе оно укрепилось на 325 рублей, до 99 рублей 825 рублей за тонну, без НДС, сообщает агентство Савэкон. Эти же данные, в принципе, подтверждает и портал Алиоскоп. На мировом рынке российское масло торгуется по цене 1355 долларов за тонну, а масло, произведенное в Украине, уже перешагнуло рубеж в 1400 долларов за тонну, сообщает агентство Рефинитив. Почему же это происходит? Почему подсолнечник дешевеет, а масло напротив растет? У агентства Савэкон есть этому два объяснения. Первое, возможно, маслозаводы боятся, что правительство введет экспортную пошлину на масло. Соответственно, масло подорожает на внутреннем рынке, и они не смогут компенсировать затраты на дорогое сырье. Другая версия, маслозаводы просто хотят в очередной раз продавить рынок. Маслозаводы сами объясняют, что они сейчас закупили достаточно сырья, чтобы несколько месяцев работать на нем. При отсутствии новостей об экспортной пошлине на масло, Савэкон ожидает увеличения цен на подсолнечник, и, возможно, мы еще увидим новые максимумы сезона. А пока максимум, по данным Савэкона, был достигнут в середине февраля. Тогда тонна подсолнечника стоила 45 275 рублей за тонну. На прошлой неделе масложировой союз отметил, что после 1 апреля не планируется продление соглашений о фиксации цены на подсолнечное масло. Сейчас ассоциация разрабатывает механизмы саморегулирования отрасли. Так что, в общем, поживем, увидим. Несмотря на то, что Россия вела практически заградительные пошлины на подсолнечник и рапс, интерес к масличным культурам в этом году не уменьшится. Такое заявление сделал генеральный директор аналитической компании «Про зерно» Владимир Петриченко. По его мнению, культурой номер один по-прежнему останется подсолнечник, второе место по площади займет соя. А кроме того, может немного вырасти интерес к рапсу. Дело в том, что на Украине озимого рапса в этом году посеяли меньше, в этом сезоне посеяли меньше, поэтому можно ожидать сокращения урожая. Кроме того, урожай сократится в Европе. Неплохо будет выглядеть в следующем сезоне лен, поскольку Казахстан по-прежнему получает очень невысокий урожай этой культуры. С тем, что площади под масличными будут расти, согласен и директор зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области Юрий Паршуков. Он уверен, что если аграриям придется пересевать озимую пшеницу, то непременно они сделают выбор в пользу подсолнечника. И может случиться, что в Ростовской области даже не будет выдержан порог в 15% от посевной площади. Это максимум, которым аграрии могут себе позволить при севе подсолнечника. Ну а мы по традиции просим вас в комментариях поделиться своими планами. В каком регионе вы ведете деятельность, что планируете сеять и изменится ли ваш яровой клин в связи с теми мерами, которые принимает правительство. Пожалуйста, пишите, это очень интересно. Федеральная антимонопольная служба России пообещала проверить обоснованность роста цен на минеральные удобрения в нашей стране. Служба проведет совещание с крупнейшими производителями удобрений как на федеральном, так и на региональном уровнях. И в случае, если рост окажется необоснованным, примет административные меры реагирования. Напомним, что в середине февраля ФАС обращался за министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Он указывал, что в среднем минеральные удобрения выросли в цене выше уровня инфляции. Этой проблеме, кстати, была посвящена публикация в газете «Крестьянины» на нашем сайте Агробук.ру. Корреспондент Инга Сысоева общалась с донскими хозяйствами и интересовалась, какой рост цен заметили они. И вот, что они ответили. Селитра осенью прошлого года стоила в среднем 11 тысяч рублей, сейчас подорожала до 17-18 тысяч. Амофос подорожал с 26 до 40 тысяч рублей. Карбамид с 15 до 30 тысяч рублей за тонну. И мы снова просим вас написать в комментариях, какой рост цен на минеральные удобрения заметили вы и планируете ли вы сокращать применение удобрений в связи с экономической ситуацией. Еще одна новость о ценах, теперь уже связанная с интервенционным фондом. Минсельхоз России утвердил максимальные и минимальные цены на разные виды зерна, при которых будут проводиться государственные интервенции. Эти цены вы сейчас видите на своих экранах. Индикаторы будут действовать с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года. Цены указаны без НДС. Очевидно, что правительство попытается удержать цены на зерно в указанном диапазоне. Однако у нас есть сомнения, что оно действительно сможет это сделать. Но, допустим, если цены опустятся до минимального уровня, то государственные закупки не исключены. А вот с государственными продажами будет немного сложнее, потому что по состоянию на 12 февраля в интервенционном фонде хранится всего 135 тысяч тонн зерна. В прошлом году интервенционный фонд по высоким ценам реализовал 1 миллион 608,4 тысячи тонн зерна. То есть, в принципе, зерна для маневра у нас уже не осталось. Напомню, что государственные интервенции проводятся в нашей стране с 2001 года, но последний раз закупкой пшеницы Минсерхоз занимался в 2016 году. Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника, сокращенно НАПСКИП, снова выступила с требованием сократить господдержку тех хозяйств, которые излишне увлекаются иностранные селекции. Дело в том, что год назад была выпущена доктрина продовольственной безопасности, где сказано, что доля отечественных семян по основным сельхозкультурам должна быть не менее 75%, но, к сожалению, за год не произошло никаких подвижек. И вот теперь НАПСКИП придумал, как бы популяризировать отечественную селекцию. Ну, во-первых, в прошлом году Минсельхоз России проводил демонстрационные посевы в разных регионах России и пришел к выводу, что наши отечественные семена ничуть не уступают иностранной селекции. Кроме того, использование импортных семян в хозяйствах зачастую нецелесообразно, потому что они стоят дороже. НАПСКИП просит сократить поддержку растеневодам, которые увлекаются иностранной селекцией, а именно платить по гектарную субсидию только на ту площадь, которая засеяна семенами отечественной селекции. А кроме того, сократить в два раза господдержку по гектарную субсидию, если доля российских семян в структуре посевных площадей составляет менее 30% по кукурузе, менее 25% по подсолнечнику и менее 75% по сою. Ассоциация подсчитала, что ежегодно наши аграрии тратят на покупку семян одной только кукурузы порядка 14 миллиардов рублей. С учетом того, что импортные семена кукурузы стоят в 3-5 раз дороже наших отечественных, российские аграрии, уверен НАПСКИП, тратят примерно 10 миллиардов лишних денег. Если просто сократить долю импортных семян в посевной площади, то российская наука получит дополнительно 2 миллиарда рублей, а наши аграрии сэкономят порядка 5 миллиардов рублей на семенах. НАПСКИП призывает Минсельхоз прислушаться к этому предложению, но пока ответа из правительства не слышно. Впрочем, с учетом того, что предложение НАПСКИП не требует ни одного бюджетного рубля, вполне возможно, что правительство к ассоциации прислушается. Ассоциация дилеров сельхозтехники «Асход» обратилась с открытым письмом в Минсельхоз и Минпромторг России с просьбой не повышать утилизационный сбор. «Асход» указывает, что повышение цены даже на 10-25% и пусть только на импортную технику приведет к тому, что аграрии не получат тысячи единиц техники. И будут сорваны сотни контрактов, которые предварительно одобрены в рамках инвестиционных кредитов и лизинговых договоров. Тракторы малой и средней мощности, некоторые виды опрыскивателей не имеют аналогов в России, либо имеют очень скудное предложение. Доля импорта по некоторым позициям достигает 80%. Вся эта техника станет просто недоступна для наших сельхозпроизводителей. «Асход» указывает, что за последние пять лет импортная техника и так подорожала на 30-40% из-за девальвации рубля. И в долгосрочной перспективе обновление парка сельхозтехники в России просто замедлится. Ну, предложение, в принципе, это не новое. Ранее 17-ти траслевых объединений АПК, а также бизнес-сообществ уже создали резолюцию, отправленную в правительство, с той же самой просьбой не повышать утиль сбор. Напомню, что с такой же инициативой выступал и Общественный совет при Минсельхозе России. Как сложится дальше, не знаем. Будем следить за этой ситуацией. Мы хотели закончить этот выпуск хорошей новостью, но таковой не нашли. Поэтому расскажем о новости несколько наивной. Легкость, с которой правительство России заморозило цены на подсолнечное масло и сахар, заставила многих участников рынка думать, что так можно поступать и с другими товарами и услугами. На прошлой неделе Ассоциация Росспецмаш обратилась в правительство с просьбой ввести мораторий на повышение стоимости электроэнергии. Причем действовать этот мораторий должен до 2023 года. Ассоциация Росспецмаш указывает, что в 2020 году электрическая мощность подорожала на 7%, а цена на электроэнергию с учетом сетевого тарифа выросла на целых 9%. Это значительно выше инфляции. Почему это беспокоит заводы? Да потому что затраты на электроэнергию составляют 25% в себестоимости специализированной техники. Энергетики, в свою очередь, объясняют, что поднимают тарифы из-за того, что растут цены на металлы. Так, например, электросварные трубы подорожали на 31-72%, арматура подорожала где-то на 103%, сортовой прокат 96-103% рост имел, листовой прокат подорожал на 89-157%. Предложение о заморозке цен необходимо рассматривать комплексно по всей цепочке, заключили в Росспецмаше. Ну что ж, будем ждать, где и что теперь приморозят. Главное, чтобы не подморозило озимые, потому что в них сейчас вся наша надежда заключена. На этом наш выпуск завершен. Пишите в комментариях, что будете сеять весной и как планируете кормить пшеницу. Будете ли вы сокращать минеральные удобрения. Оставайтесь с нами, всего доброго!